Светлана Осина – многодетная мама. Сейчас она работает продавцом в магазине, получает пособие на детей. Хочет стать самозанятой и оказывать парикмахерские услуги. Заниматься на дому стрижками – это просто нереально. Могут и соседи пожаловаться, что нелегальный бизнес. А это я все официально оформлю. Чей ЗП – это очень дорого обходится, это налоги большие, а чей самозанятый – это очень хорошо. Когда женщина будет иметь статус самозанятого, ей окажут помощь в размере 50 тысяч рублей. На эту сумму можно будет приобрести необходимое оборудование и материалы. Как только мы заключаем социальный контракт, они идут в налоговую инспекцию, оформляют как индивидуальный предприниматель и как самозанятый, у нас уже через телефон можно оформиться. И мы им перечисляем не более 50 тысяч рублей. Помощь в рамках социального контракта окажут и Ирине Пастуховой. Она тоже многодетная мама. Когда была в декретном отпуске, осталась без работы. Сейчас женщина стоит на учете в центре занятости и планирует работать в детском саду. Здесь в ближайшем будущем я трудоустроюсь и буду получать ощутимую помощь для нашей семьи. К нам приходят малоимущие семьи, которые являются безработными. Мы с ними заключаем социальный контракт и отправляем их, чтобы стали на учет в центре занятости. Так как только они находят работу, они приносят нам справку, что они устроились на работу. И мы сразу им перечисляем 10 085 рублей. Это размер прожившего минимума. Заключают социальный контракт по четырем направлениям. Это трудоустройство, профессиональное обучение или получение дополнительного образования, а также осуществление предпринимательской деятельности и в том числе в статусе самозанятого. Предусмотрена также поддержка, направленная на преодоление трудных жизненных ситуаций. В этом случае деньги могут пойти на оплату за детский сад, оплату коммунальных услуг, на замену или ремонт газового оборудования, или на оплату услуги няни и сиделки, либо лечения от алкогольной или наркотической зависимости. При оформлении необходимо иметь при себе паспорт, справку о доходах, трудовую книжку и счет в банке.